всем доброе утро марина покажи с кем ты идешь в садик воня ты с кем с хагиваги довольные такие что идут с хагиваги в садик у нас туман такой но на улице так хорошо всем желаем хорошего дня и хорошего настроения всем добрый день у нас сегодня пятница жду машу с катей идем на автобус едем в город на прием и на 12 12 записано сейчас время 11 25 уже мы сейчас на автобус опоздаем из-за них только света катя вы долго будете нет ой маша катя где придет сейчас опоздаем из-за нее на автобус короче говоря идем на прием пускай лекарства писать все остальное домаш я покажу как цыплята выросли цыплят мы уже переставили вот здесь вот они там уж им коробку поставил такие вот они стали классники мне вот этот серенький нравится два сереньких беленькие черненькие маша чупа чупси из которые вчера брали да покажи каком цветом фиолетовый аж ладно едем город сегодня у нас статьи доброцен открылся и там наверно сегодня давка но мы после больницы туда сходим потому что у меня дома сахар закончился именно масло еще растительное поэтому зайдем туда посмотрим что там за магазин будем магазин сходить так что если интересно оставайтесь постараюсь немножко магазине вам поснимать ну если получится я обещаю но видите всегда забываю телефон в руки брать последнее время что вообще да типа светофора но немножко другой ладно идем на автобус все же опоздаем так ребят мы приехали с города хочу лук папа купил и не убрал кружки вот привычку нет я пришла и сразу ругаюсь хороший грязь ездили в город в больницу привезли свете на учебники она потому что лодырь сама сегодня не поехала за учебниками пришлось заходить в школу забрать и учебники на 9 класс забрали мы потом мы после больницы сходили в доброцен у нас открыл те сегодня магазина доброцен народу не пупен намного то есть а чечен намного офигенно много все забрала кучу там просто не протолкнуться ребята там путем не посмотреть ничего потому что народу много я туда чисто зашла из-за того что у меня дома закончился сахар мы зашли взяли но помимо сахара мы еще там кое-что взяли чек у меня в руках поэтому сейчас с ценами все разберемся а вы напишите обязательно что вам нравится в доброцене что вы берете чтобы вы посоветовали там взять а мы будем присматриваться к этому и по ценам еще также скажите сейчас на секунду отключусь а потом подключимся всем привет дорогие друзья всем желаю хорошего просмотра вы на канале многодетницами тарантиных сегодня у нас обзор будет посылочки с компанией тикиты все прекрасно знаете скоро начинается учеба скоро школа осталось буквально каких-то полтора месяца да и начнется школа я в том году заказывал своим младшим девчонкам на васильке футболки с шортами а на старших там не было нынче я зашла на тики-тек и там они есть я заказала своим девчонкам шорты и футболки на физкультуру поэтому если интересно оставайтесь со мной еще посмотрим все что там пришло помимо этого я еще кое-что заказала оставайтесь посмотрим посылочки небольшая между нравится там общительные продукции напишешь они если чего-то нет они те тут же отвечают все подбирают по размерам по несколько раз спрашивает в этом в этом плане мне очень нравится давайте начнем но начнем с носочков это наша любимая рубрика нас носочки в тики-тек я взяла гольфики такие темненькие марине в садик на вот сейчас прохладнее будет и надо будет садик марине вот такие вот гольфики и вот такие вот котятки садики и постоянно ей хорошо в гольфиках хоть комарики не кусает вот такие вот две пары гольфиков там на тики-теки очень большой выбор гольфов это размер 22-24 состав хлопок 76 22 полиэстера и 2 эластана поэтому проходите и смотрите там обязательно кольфы большую дальше что это у нас это черный топ 42 размер хлопок 94 лайкра 6 это у меня сила катя сейчас посмотрим что будем надеяться что хорошенькая с длинными рукавами вот такая вот сейчас это мода до катя такие модные вот такие вот ты в камеру смотри они на меня у меня все из-за оператора катя и она сидит на меня смотрит но не в камеру и вот такие вот длинные рукава она ребята тянется хорошо тянется но катюша сегодня померяет и мы посмотрим как на ней сидит целом не нравится черный но у нас вы заметили что катя больше любит черную одежду темную черную такую вот как год как говорится дальше что я заказала это я заказала платье детское бежевое на марину ростовка 128 сейчас откроем посмотрим что по составу так бежевое платье называется рая 1 игрушка состав стопроцентный хлопок мне понравилось платье то что оно такое расклешенное я не знаю будет нибудь и как раз мы будем надеяться что как раз в жару самая пора вот такие вот платьишки носить мне нравится вот такие платьишки сверху такие рюшечки классненькая и внизу так расклешенка юбочка обязательно сегодня мариночка после садика померяет я вам поставлю фотографию как она на ней смотрится но мне нравится и на ощупь и вообще нравится платьишка такой тоненький у нас как раз жарко на улице летом и вот наступило наконец-то у нас ребята тепло очень рады и следующее что я заказывала я уже говорила два одинаковых капля это но размеры разные поэтому мышцы один откроем это я заказывала по идее на машу с катей посмотрим как по размерам это я 42 размер шорты вот такие вот и белая обычная футболка и на физкультуру вот такой дресс-код шорты и футболка надо потому что на васильке не было больших размеров так феликс мы тебя тут не обозреваем ты у нас уже показывался а вот на старших нигде не могла найти вот наконец-то нашла комплект и готовые это 42 размер а второй комплект сороковой размер я заказала на машу единственная я бы еще бы заказала 44 размера на свету но там к сожалению не было такого размера но я буду приглядываться и как только появится я на свету тоже сразу закажу так на машу точно такие же шортики обычный хлопок у них кстати состав стопроцентный хлопок это верхняя футболка они с 95 процентов хлопок и 5 лайкров такие вот шорты и такая же футболочка вот такой от ребята у меня был небольшой заказ напишите что вы считаете насчет этого но потихоньку начинаем готовиться к школе ну давно начали потихоньку что покупать и вот смотрим на сайтах ссылочки все оставлю в описании поэтому проходите смотрите к школе там же сцены пока недорогие поэтому вы сможете к школе заказать все такие же костюмчики или купить платье или еще что-нибудь из того что я заказала на все эти вещи я ссылочки постараюсь оставить в описании под видео если вам интересно то проходите и заказывайте и всем желаю приятных покупок всем гриб пока пока так ребят ой извините пожалуйста сейчас короче что я делаю пока монтирую маша у меня начала вышивать вот этот процесс но мы изначально и делали вот на этот органайзер здесь неудобно крепить иголочку нигде и я решила переделать ниточки у тебя я и сказала грубуйте удобно или нет на грядал пока она там начала куколку свою вышивать я и сейчас быстро переорганизую пока монтировать буду пока все буду переорганизовывать так что вот такие вот дела так вот вот так у телефон будет удобно и буду переорганизовывать с этой плашки вот на эту плашку. Так что вот такие вот у нас как-то дела. Маша начала куколку она вышивать. Сейчас покажу даже какую она начала вышивать. Сейчас по превью вам покажу. Вот эту вот Хэллоуин она начала вышивать. Я не знаю, будет вам видно там или нет. Вот эту вот она начала. Тут их много, видите, куколок. Тут получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь куколок ей вышивать набор. Ей больше всего она Хэллоуин хотела. Она когда этот набор, специально мы заказывали для нее этот набор. Когда пришел, она сразу сказала, мама Хэллоуин, я вышивать буду в первую очередь. Вот она сейчас села вышивать, а я ее переорганизовываю. Чем этот органайзер хорошо? Кто вышивальшеся поймет, тут иголки втыкать можно. Потому что вот так вот ей иголочки неудобно. А так у нее на каждый цвет будет иголочка своя. Вот такие вот дела. Звонили мы сегодня в колледжи, в разные, в училище, в Соликамс насчет того, какие документы надо. Все, с понедельника пойдем, все соберем. У нас, по сути, все собрано. Нам надо сделать ИНН. Егора, у него нету ИНН. И потом нам надо сделать флюорографию. Да, еще нам с тобой надо сделать. И все, по сути. ИНН, а, еще фотографии надо сделать, четыре штуки. А размер ты не помнишь, какой там? Три на четыре. Четыре фотографии, сказали, еще надо. А остальные документы у нас уже все есть. Надо еще копии будет, на всякий случай она сказала. Свои копии сделай, потому что они там копии сейчас не делают. Ну, сейчас, видите, бумага дефицит стала. Везде по этому свои, да, копии делают. Но копии мы сделаем, это как бы не проблема нам. А? Что заела? Звонили, когда мы с тобой звонили. А, дядя Саши нету еще, пока не ответил. Потом попозже позвоним, узнаем. Мы на разные профессии узнаем. Тут у меня знакомый есть и полицейский, и всякий. И вот хотим узнать, куда, что, если, что. Если на программиста он не поступит, будем напробовать на другие, которые более-менее профессии. На повара, если идти, то там надо полностью комиссию проходить. Егорка как бы на повара тоже говорит, что ему нравится эта профессия. Там будем уже плясать от этого. Ну, первое будем пробовать на программиста, поступить. Если не получится, то будем в другие места. А на повара ты как бы эту профессию тоже рассматриваешь. Если что, комиссию-то же не тяжело пройти. Комиссию-то быстро пройти можно. У нас тут врачей-то махом пройти. Тут врачей-то раз-два и обчелся. Напишите, как вы думаете, какие профессии после девятого класса еще можно. Давай пока посмотрим. Во, Машенька, вот красиво. Старайся, чтобы... Вот у тебя, смотри, Маш, у тебя ошибка. Подержи. Сейчас я тебе покажу, какая ошибка. Посмотри, первый ряд крестики в какую сторону и второй ряд крестики в какую. У тебя в разную сторону крестики. Эти сюда, а эти сюда. У тебя что, лицо кривое будет? Сейчас это все распускать придется. Сейчас все это распускать придется. Не надо. Ну, ладно, делай так. Это твоя первая вышивка. Там первый ряд я одно сделала, а Маша по-другому пошла. Теперь смотри, чтобы у тебя крестики все одинаковые были, поняла? По-другому делай. Ну, хорошо, делай так. У меня Василиса, тут моя вышивальная киса пришла. Видите, вот она, вот она, вот она. Села, сидит. Вот любит сидеть у меня на коленях. Прибежит и спрыгает на колени и сидит со мной. Да, Васечка? Васечка. Василиска. Я уже Маше почти переделала все ниточки. Вася вообще любит. Когда я вышиваю, она у меня на колени ложится и спит под пяльцами, под моими. Да, Василиска? Вышивальная моя кошка. Света у меня тоже кактусы вышивает. А Катя вышивает в Санте-Клаусе, в Дед Морозе, что-то такое, короче, там. Все, переделала. Вот такие вот ниточки у нее красивые будут, яркие. Видите, вот такой вот органайзер. А до этого у нее был вот такой вот органайзер, там, с мышкой. Видите, такой. И да, мне писали, я маникюр переделала. Я не переделала еще, ребят, маникюр. Еще пока не до маникюра. Времени нету. У меня тут я записывалась на маникюр, но получилось так, что я заболела. А где ты так? Были там. Значит, Света опять-ка заодела мои тапочки. Мои тапки сырые. А что ты с ними сделал? Я гляд, ты же понимал. Многи заморали, тебя их помню. Так на забор, на деревяшке вот так прямо одень их. Как я бы не был босиком, я бы только был. А, так любые другие одень. Там были еще какие-то. Нет, и день к нашему где-то. А папина где? Папа на улице. Все понятно. Ладно, дорогие друзья. Так что вот такие вот у нас новости. Я не знаю, что вообще ребят снимать. Знаете, вот даже желание пропадает, снимай, потому что люди злые. Люди много гадостей пишут. Мне пишут, Настя, снимай быт домашний. Будешь быт домашний снимать, опять начнут, вот, ты опять это не так делаешь, ты это не так делаешь. Вот такая вот ты хреновая мамаша. И начнется тому подобное. Поэтому не хочу. Я вообще не знаю, что снимать. Вот вообще верите мне. Мне просто желание пропадает. Плюс тут еще расстроюсь из-за того, что у меня за тот месяц набралось, в том месяце, короче, должна была прийти зарплата. 100 долларов у меня набралось. Они ушли куда-то в неизвестном направлении. Они до меня не дошли. Я написала в службу поддержки. Служба поддержки мне написала просто одним ответом. Деньги были перечислены. Обращайтесь в ваши банки. Все. Я куда бы ни обращалась, тишина. У меня 100 долларов просто пропали. Честно, руки опустились. Я плакала. Я очень долго плакала. Потому что я рассчитывала, что я на эти 100 долларов я поеду в Абакан к своей бабушке. Ну, в основном, они там... Из-за этого, как бы, знаете, вот, как бы не говорили, да, что вот... Хочется все равно хоть какую-то копейку с канала получать. Но вот когда вот так вот деньги уходят в неизвестном направлении, руки просто опускаются. Так что вот так вот. А просто так тоже снимать не хочется. Желаний просто никого нет. Поэтому вот такие дела. Но постараюсь все равно, конечно, постараюсь, буду снимать. Как мне одна моя подписчица сказала, Настя, не переживай, все восстановится и все будет нормально. Так это понятно, что будет. 100 долларов это, ну, грубо говоря, 7,5-8 тысяч. Это тоже деньги. Для нашей семьи это хорошие деньги. Тем более сейчас тогда, когда мы весь, за две недели я прокатала о-го-го денег. Пять раз в Пермск каталась с детьми. То одно, то второе, то третье, то пятое. И плюс ко школе мы уже много что купили. Короче, расстроилась, конечно, очень сильно расстроилась, но вот я не знаю, ребята. сейчас с ютуба вывести деньги очень тяжело и многие бросают свои каналы. Очень многие бросают, потому что деньги просто теряются. Куда они уходят, непонятно. Так что вот так. Мои хорошие. Ладно, дорогие друзья, пойду я заниматься своими делами. Маши я переорганизовала процессик. Иголочки потом мы с ней сделаем. Я обычно вот так вот наматываю и в органайзер убираю. Все. Удобно очень. Все. Будете наблюдать вот за этим процессом, как у меня дочь Машенька его будет вышивать. Если интересно, если вы хотите, чтобы я почаще показывала, сколько Маша вышла, вот эта вот куколка, то напишите в комментариях. Мы постараемся с Машей показать и Маша расскажет свои впечатления, как ей нравится, не нравится ей эту куколку с Хэллоуина вышивать. Всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok